АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Начинаем праздничный концерт, посвященный столетию со дня основания Русского Народного Оркестра имени Василия Васильевича Андреева. АПЛОДИСМЕНТЫ Художественный руководитель и главный дирижер оркестра Дмитрий Хохлов. АПЛОДИСМЕНТЫ Андреев, торжественный полонез, исполняет оркестр. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Василий Васильевич Андреев. И с этого момента начались андреевские традиции народного инструментального исполнения. Нам очень приятно сегодня от имени очень многих организаций и Министерства культуры Российской Федерации, Союза композиторов, Гостель радио СССР, Российского фонда культуры и других, кто имеет отношение к развитию народной музыки и искусства в целом, наше музыкальное общество российское, я вот увидела в зале представителей и добавляю эту очень важную общественную организацию для нас, приветствует сегодня прославленный коллектив. Сто лет это очень большая история. История героических сражений, участия во всех вехах нашего государства. Но самое главное, что прославленный коллектив, который мы сегодня чествуем, сохранил традиции Андреева. Всегда шел в народ, пропагандировал народное искусство. Для нас сейчас это очень важно, потому что не является секретом для сидящих в зале, что в последнее время внимание к народному искусству, к его пропаганде было в какой-то мере ослаблено. Повинны в этом были и органы культуры, и наша пресса, и в какой-то мере и Гостель радио СССР. Поэтому все организации, которые имеют отношение к этому, решили, начиная с этой даты с 20 марта 1988 года, ввести в традицию декады народной музыки. И не ограничиваться днями, неделями, а сделать это своим постоянным делом и своей постоянной задачей. Народная музыка – это наши истоки. Это уже истина бесспорная. Но нам не надо забывать об этом, иначе мы потеряем связь своими корнями. И мне бы хотелось сегодня от многих общественных организаций, от Министерства культуры, Гостель радио СССР приветствовать прославленный коллектив, его художественного руководителя и главного дирижера Дмитрия Дмитриевича Хохлова, пожелать им дальнейших творческих успехов, а самое главное – сохранять и развивать дальше андреевские традиции. Слово предоставляется заместителю председателя Ленго-располкома Валентине Ивановне Матвиенко. Уважаемые товарищи и уважаемые гости нашего города! Столетний юбилей старейшего в России музыкального коллектива Оркестра русских народных инструментов имени Андреева, который мы отмечаем – это знаменательное событие не только в жизни нашего города, но и в жизни музыкальной общественности страны. Это, можно сказать, своего рода особый юбилей в истории исполнительского искусства. В русской музыке предвидится крупный переворот. Так отзывались современники, присутствовавшие 20 марта 1888 года на первом концерте кружка любителей игры на балалайках. И действительно, этот день стал рождением нового явления в музыкальном искусстве – национального оркестра, подобному которому не было в мире. Создал его талантливый русский балалайшник и дирижер Василий Васильевич Андреев со своими сподвижниками, посвятившими оркестру всю свою жизнь. Это событие стало выражением возросшего национального самосознания, свидетельством неоспоримого авторитета русской музыки. Уже через четверть века оркестр завоевал славу русского чуда и приобрел всемирную известность. Вся творческая жизнь коллектива оркестра имени Андреева связана с нашим городом. Молодая Советская Республика горячо приветствовала выступления первого русского народного оркестра. Так стал именоваться коллектив сразу после Великой Октябрьской революции. Прекрасные выступления оркестра звучали на фронтах гражданской войны. И даже в трудные годы блокады Ленинграда не прекращал биться творческий пульс оркестра и музыка Андреевцев продолжала звучать в параде. Изысканность репертуара, высокая звуковая культура, виртуозное мастерство, яркая эмоциональность и вдохновенный артистизм отличают лучшие выступления оркестра и в наши дни. Оркестр обладает огромным художественным потенциалом, который позволяет ему быть не только носителем замечательных традиций, но и живым современным организмом с широчайшим артистическим диапазоном. Оркестр все активнее развивает свою концертную деятельность, щедро деля со зрителями радость общения с миром музыки. Он с блеском представляет искусство Ленинграда в различных точках нашей страны и за рубежом. Понятно, что успехи не приходят сами по себе, за ними напряженный, а часто самоотверженный труд всего коллектива. Сегодня в оркестре работает заинтересованный творческий состав замечательных музыкантов, развивающих профессиональную культуру русского национального исполнительства, носящих достойный вклад в благородное дело развития и воспитания музыкального вкуса широкой публики. С именем Андреева в Ленинграде связано много памятных мест. Это его квартиры на улице Пестеля и на Мойке. В честь столетия оркестра сегодня открыта памятная мемориальная доска на площади Островского дом 7, где состоялось первое выступление коллектива. Но, наверное, к этим памятным адресам смело можно отнести и те замечательные залы города, в которых неоднократно выступал и выступает наш прославленный оркестр. Наш сегодняшний юбиляр, празднующий свое столетие, является неотъемлемой частью культуры нашего города, ярчайшим явлением русского, советского и мирового музыкального искусства. Открывая следующее столетие своей истории, оркестр русских народных инструментов имени Андреева Ленинградского телевидения и радио находится в начале нового этапа своего творческого пути. И нет сомнения в том, что он будет плодотворным. Позвольте мне, уважаемые товарищи, от имени Ленинградских областного и городского комитетов партии, от имени исполнительного комитета Ленинградского городского совета народных депутатов, сердечно поздравить коллектив оркестра с его юбилеем, пожелать самых больших новых творческих успехов. Сейчас в исполнении оркестра прозвучит русская народная песня «Ни одного полидороженька», которая вот уже на протяжении многих лет является украшением концертных программ коллектива, вошла в золотой фонд репертуара оркестра. Обработка этой песни сделана Николаем Петровичем Фоминым, ближайшим помощником и соратником Василия Васильевича Андреева. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты! 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 Лауреат Государственной премии СССР, народный артист Республики Юрий Марусин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Фальго, скажите девушке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я сам хотел признаться ей, Но слов я не нашёл. А чей прекрасный Огонь я обожаю? Скажите, что иного Её счастья не желаю, Что нежной страстью Как забьют к ней прикол, Что без неё в душе моей Тревоги не унёт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда б я только смелости набрался, Я б ей сказал, напрасно ты скрываешь, Что нежной страстью За боком не пылаешь. Расстанься с гордой ласкою И сердце мне открой. А чей прекрасный Огонь я обожаю? Скажите, что иного Её счастья не желаю, Что нежной страстью Как забьют к ней приколы, Что без неё в душе моей Тревоги не унёт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Лауреат государственной премии РСФСР, народная артистка республики Евгения Гороховская. Алябьев. Что поешь, краса-девица? Алябьев. Что поешь, краса-девица, Песни талии злотой? Очаруй меня, певица, Песни Робины и святой. Все родное сердцу ближе, Сердце чувствует живей. Ну, пропой же, ну, мочни же. Соловей мой, Соловей. Голоси 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 соловей. КОНЕЦ Варламов. Песня «Эсмеральды». КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Дитель. Фантазия на тему русской народной песни «Коробейники». Исполняет оркестр. 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 Исполняет оркестр.